Это не свалка, как окажется на первый взгляд, а продолжение улицы Аюной Кюшседии, где расположены четыре дома, жители которых и страдают от груда мусора. Татьяна Сайгутина часто бывает здесь в гостях у дочери. Весной на этом месте был большой субботник. Тогда вывезли весь мусор. Однако пластмассовые стеклянные бутылки, битое стекло, целлофановые пакеты, местами даже старая мебель вновь возвращаются на русло болота. Вот это все, 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 все заваливает. Ну, кто заваливает, это, ну, не скажешь, потому что люди стараются видать. Ну, как-то, чтобы втихаря, чтобы не видели соседи, потому что жильцов всех предупредили, что за свалку это будет штраф. Жильцы стараются, вот этих вот, я не знаю, вот этих вот, стараются этого не делать, потому что штраф будет с них. Ну, вот кто-то, значит, с тех вот улиц, вот с тех улиц, все равно сюда кидает. Зимой мусор не сильно заметно, говорит Татьяна Сайгутина. А вот летом запах тухлых отходов собирает бездомных собак, которые, защищая свое место пропитания, ведут себя агрессивно. Кроме того, свалка – это рай для насекомых, особенно для мух, которые слетаются в дома жильцов. Это еще вершина айсберга. Высокий бурян заманивает также лиц без определенного места жительства и любителей выпивки. Так вот, зимой стараются не ходить, а если кто идет поздно с работы, то с фонариком. Или же идешь встречать человека или на улицу интернациональную, или на комсомольскую, чтобы здесь уже вместе пройти. Зачастую все происходит по одному и тому же сценарию. Кто-то, проходя мимо, бросает бумажку, второй, видев, поступает так же. А через месяц на этом месте образовывается свалка. Однако стоит помнить, что заброшенный на землю мусор могут и оштрафовать. За несоблюдение требований норм права благоустройства, за размещение несанкционированных свалок мусора на территорию города Козула, присмотрено на физические лица, присмотрено предупреждение, либо штрафные санкции на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 10 тысяч и на юридические лица от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном случае, если выявлено нарушение повторно, то уже налагается оштрафование на физические лица от 4 до 5 тысяч рублей. Выбрасывая мусор в неположенных местах, не стоит забывать, что в глубине мусорной кучи происходит процесс разложения. В результате испарения загрязняется воздух, опасные микробы попадают в грунтовые воды, что может в последующем негативно отразиться на здоровье граждан.